Здравствуйте, друзья! В данном видеоролике будем делать прямоугольное отверстие с помощью таких вот прошивок. Здесь будет использоваться комплект из трех прошивок. И нужно начинать с самой маленькой, с первого номера. Для этого измеряем концевик. Он должен входить в деталь. Штанген показывает 5,2 миллиметра. То есть должно быть соответственно отверстие. Видео экспериментальное. Поэтому просто отрежу таблетку. А дальше будем уже сверлить и проталкивать с помощью задней бабки наши прошивки. Получилась таблетка следующего вида. Сейчас мы ее зажимаем. Поверхность я для большей наглядности шлифанул. Нормально. Зажимать надо очень сильно. Потому что усилие от проталкивания весьма и весьма большое. Теперь нужно зацентроваться и просверлить отверстие. Отверстие есть. Теперь надо попробовать, проходит ли прошивка. Прошивка очень плотно входит в заготовку. И стопориться вторым кольцом. Все отлично. Теперь нужно смазать обильно ее маслом. Масла нужно очень много для прошивок. Вставляем в патрон. То есть все на самом деле очень даже просто. Вставляем в патрон и вставляем в заготовку. Теперь мы полностью готовы к тому, чтобы сделать квадратное отверстие в нашей детали. Ну и все, теперь только остается проталкивать. И теперь мы рассмотрим. Так... Попробуем. Вот. Так... 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 Уникалы. Так... 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 Вытягиваем также пинолью задней бабки. Вручную вытащить ее не так-то просто. Можно было бы протолкнуть внутрь. Боюсь, там мало места, а вытаскивать заготовку не хочется. Что мы видим? Видим кучу мелкой стружки, инструмент режет. Все как полагается, но идет довольно-таки тяжело. Отверстие еще далеко не квадратное. Вставляем следующий номер, прошивку номер 2. Также обильно смазываю ее маслом. Не подмажешь, не поедешь. Все можно проталкивать в следующий номер. Продолжение следует... Вторым номером пройдено. Отверстие уже прямоугольной формы. Очень хорошо видно. Стружка мешает, но отверстие уже прямоугольное. Осталось пройти третьим номером. Третьим номером проходить немного легче должно быть, так как здесь в основном калибрующая часть. Сейчас посмотрим, как оно там на самом деле пойдет. Прошивки относятся к категории многолезвийного инструмента. Плюс еще лезвия расположены по кругу. Сразу режет со всех сторон четырех. Поэтому нужно очень большое усилие резания. И если глубина врезания очень большая, то одновременно получается участвует много лезвий. Плюс в них накапливается много стружки, что мешает проталкиванию, если лезвия забиваются стружкой. И так как их много, с каждым последующим врезанием очередного лезвия увеличивается необходимая сила давления на инструмент. В итоге инструмент может сломаться либо не хватит давления. Но давление может не хватить только когда очень большая прошивка. Либо как в данном случае, когда делаешь на маленьком токарном станке. Как и ожидалось, третий номер идет гораздо легче. Вот уже пошла чисто калибрующая часть. Ноль полностью вышла. Все двигаем обратно. Смотрим, что же в конечном итоге получилось. Получилась вот такая красота. Отверстие идеальной прямоугольной формы. Метчик сюда подходит. Если есть хороший качественный инструмент, то и работать приятно и можно получать очень качественные детали. С хорошим инструментом это сделать гораздо проще, нежели какими-то другими способами. Да и такое отверстие, по-моему, больше никак не сделаешь. Может на строгальном, но явно не с такой точностью. Либо не с такой скоростью. Придется делать его гораздо дольше. А это же сделано на токарном станке ТВ4. На этом все. Кому видео было интересно и полезно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова